Здарова всем ребят, с вами Хил Херц и это Lords of the Fallen. И мы продолжаем его исследовать. Я тут немножко разобрался, как мне посоветовали. Смотрите, у нас есть оружие. Вот, к примеру, топор Рок. У него требования к силе есть, скажем так, фиксировано. Также модификация силы. И от этой модификации, чем она больше, тем лучше. То есть базовый урон, я так понимаю, у него 58 плюс 21, а здесь получается 60 плюс 12. То есть чем больше модификация силы, тем больше добавочного урона. Ну и также скорость атаки и криты. Так что пока будем с этим топором гонять. И также мне подсказали в комментариях, что я тут всего пропустил. Я понятия не имею, как я это мог прозевать. То есть тут вот сундук стоял. В нем у нас кинжалы. Новый молот, кстати, сопротивление называется. Давайте глянем. ССС сопротивление. Вот этот вот, ну он такой, супер какой-то посредственный. Я так понимаю, он грейдом ниже, потому что требования к силе всего 8. Вот, и здесь еще вот тоже ништяк. Сюжетный предмет. И также мне сказали, что есть одна разбиваемая дверь, но она, к сожалению, находится в самом-самом начале. Тогда мы, наверное, давайте попозже сходим, когда будем возвращаться, получается, в мир людей. Вроде бы так. Заодно будем подкачаны. Здесь лежит Ленард Мудрый, потому что, что-что? Которому были известны ответы на все вопросы. Ну, здесь, по-моему, я все обошел, обобрал. Вроде бы. В любом случае, можно будет... Прочистить Питафио. Здесь лежит Кайл Эмбер, отважный рыцарь кривого меча. Грязный вор забрал его меч, а расколол ему душу. Когда же благородный странник исцелит ее? Офигеть. Первый раз такое вижу. Так вот, когда будем проходить катакомбы, насколько я понимаю, это более высокоуровневая локация, мы это заисследуем. Вообще, если что, я вроде сохранялся в мире Рогеров уже. Понятия не имею, почему меня откинуло. Ну, это классическая система сохранения Lords of the Fallen. И сейчас мы, по идее, будем ознакомиться с мастером наковальни. Если я все правильно помню. Да, мы это уже видели. Да-да-да. Так, поехали быстренько вперед. Ну, знаете, если топор, точнее меч, был таким эпичным огненным оружием, красивым, то вот этот топор как-то, ну, знаете, немножко проигрывает ему в пафосности, что ли. И, господи, как же жарко на улице вообще не выйти. Можно сюда упасть? Нет? Или можно? Наверное, можно. Чё-то я передумал пробовать. Так, вот у нас мистер Кузнец. Здорово. Ну и дрянь. Он взял тяжелый меч в руки. Ты разговариваешь? И ты тоже, представь мое изумление. И кто? Я не знаю. Смертным законом я не подвластен. Из мира людей я ворвался так давно, что ни одна сотня поколений сменилась, имени своего не помню. Да и зачем оно? Ворвался из мира людей? Люди смертны с тех пор, как были созданы вселенные. Это неизбежно. Люди уходят, все меняется. Даже ты меняешься, стоя тут передо мной. И я меняюсь, пока ты смотришь. Очень интересно. Ерунда. Почти нет разницы, куда ты пойдешь. Что-то меня ищет, что-то очень ценное, а оно придет за мной уже совсем скоро. То есть? Оно придет, когда уйдут рогеры. Рогеры пока уходить не собираются. Приходят и уходят, уходят и приходят, мне все равно. А что за ценность ты ищешь? Кристалл. Один особенный кристалл. Кристалл, который может разорвать преграду между мирами. Разорвать так, что исказятся очертания прочих разрывов. Рогеры могли использовать его, чтобы попасть в наш мир. Кристалл ты найдешь в месте, исполненном силы. В месте, куда стекается энергия. Сбери его, тогда проход для рогеров закроется. Потом принеси его мне. Да. Так, ты кузнец? В каком-то роде, да, можно так сказать. Я работаю с оружием и подобными вещами. Сделай мне что-нибудь. Я мог бы дать тебе океан, а ты просишь глоток воды. Тогда давай океан. Покажи мне одну из своих рун. При помощи этой руны ты можешь усилить свое оружие. Так, стопы запечатанные. Ясно, ясно. Так, малые руны, большие. Давайте одну большую откроем. А мы ее не откроем, потому что нет опыта. Ясно, ясно. Так, давайте тогда в топор что-нибудь запихаем. А, у меня, в смысле, ни одной руны нет? А, я могу опыта добавить, и тогда будет лучше троп. Рун удачи, а что надо, давайте глянем. Можно как-то... Подожди, мужик, я не закончил. Дядька, ну-ка иди сюда. Мастерить. Использовать руны. Так, высший рун удачи. Что дает? Так, 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 физический урон. Модификация, показатель, бонус. Ну, я бы хотел какой-нибудь статусный эффект. В плане, там, яд, огонь, молния. Мастерить еще разочек. Давайте еще одну большую вскроем. О, нормально. И давайте до 10 маленькие магии рун удачи. Даже давайте до 8. Чтобы, если будут сундуки, мы могли их открыть. Так, господи, я никак не привыкну. Прошу меня простить, пожалуйста. Так, мастерить. Получается использовать топор. И давайте высшую руну огня. Все, согнем. Да, урон огнем 4. Мало урона, ну ладно. А давайте глянем, будет ли у нас теперь меч как-то светиться по-особенному. В меч смысле топор. По-моему, нифига. Она инкрустировалась? 64? Да, странно. Тогда все странно. Ну ладно, фиг с ним. Разберемся, думаю я. Вот, и сейчас самое унылое, на мой взгляд, место. Это похоже на путеводные знаки Антаноса. Но вопрос, как они здесь появились, ладно? Мы перед тобой в долгу. В смысле? Харкин, ты не поверишь. Смотри, я нашла каменную табличку. Она попорчена, но написано на том же языке, что это не городство. Откуда это все? Мне нужен источник. Еще поищу. Говорит, надо чем-то тебе заняться. Страшные звуки были. Вот, вот эти две, скажем так, боковые локации. Такой всегда, не знаю, какой-то... Ну как это, даже не знаю, назвать. Короче, ужас, такое негодование на меня всегда наводили. Чем-то они мне не нравятся. Так, тут у нас мастерство паркура. Я очень сомневаюсь, что я могу туда допрыгнуть. Сюда могу. Я и сюда не могу допрыгнуть. Так, придется воевать. Я возьму сначала толстенького мужчину. Нет, по-моему, мужчина возьмет меня. Надо убегать. Немножечко тактикульно отступаем. Это засада, короче. Бум. А где урон от огня? Есть информация? Блин, что-то эти ребята вообще прям очень толстые. Ныло по горбу. Так, сейчас будет очень пафосный забег. Да-да-да, кидай там все дела. Возможно, было бы эффективнее даже, наверное, яд кинуть на оружие. Я вот что-то так подумал, но руны яда пока нормальной не было. А, надо, наверное, намного быстрее прожимать атаку. Господи, как же он мансит, вы это видите? Так, хорошо. 367 опыта. Здесь, во-первых, очень сильный FPS просаживается. Во-вторых, это место нагоняет таску. Не-не-не-не. Ясно. С перекатами тут беда. Так, и моя задача ничего не пропустить. Ну, постараться не пропустить. Почему этот топор не может после прыжка сразу ударить? Или может? Не, блин. Тогда придется убрать это оружие, потому что я хочу после прыжка сразу бить. К сожалению, топору нам придется с тобой немножко распрощаться, но пока что. И также, я уверовал во силу топора, не топора, а этого, щита. Так что, возможно, я буду гоняться щитом. Давайте выберем 12, каплевидный. Вес 5, вес 4, 5, 12, 9, защита. Ну, наверное, щит командующего пока что самый лучший. Потому что он, если, короче, им заспринтить на врага, то он просто берет и пробивает врага. Так, энергетический осколок, и вот запись. Странная. Наверное, после того, как мы дадим Етке какой-то перевод, она сможет эти надписи переводить, либо я смогу. Надо бы запомнить, где это находится. Так, а теперь надо бы понять, где находимся мы. И ничего не пропустить. Так, я могу вот сюда пройти, но нужно ли мне это? Могу я вот сюда пройти, интересно? Нет, не могу. Я могу сделать мастерство паркура. Опа, вот так, хорошо. Господи, как же он паркурит? Вы только посмотрите. Вот, этот меч поинтереснее будет, потому что он дает возможность бить сразу после моего замечательного прыжка. И вот так вот унижать противников. Так, здесь у нас какой-то сундук и запись. Что-то хорошее. Потерянная пика глефа. Ну-ка, ну-ка. Так, топор. Потерянная пика глефа. Если я смогу разместить на нем эти роны, он будет в пару богам. Значит, этот мистер кузнец не так просто, как кажется на первый взгляд. Господи, серьезно? А как это забрать теперь? Ну, я буду кликать просто как черт. А, я забрал. Гниль. С этих ребят, я так понимаю, даже вообще мечи падают их. Так, меч, гниль, меч, гниль. Сейчас найдем, секундочку. Меч и гир, стальной. Вот гниль. Требование... Нифига себе. 18 силы. Это какой? Это основной... Это просто меч. Не короткий никакой. Ну, давайте попробуем тогда силу вкачать. И, возможно, у меня будет новое ультимативное крутое оружие. И, насколько помню, здесь нам нужно найти рычаг, вроде бы. Я буду подтупливать, потому что вот эти две камеры всегда у меня такой... Не знаю, кренш вызывали, что слов нет. А, вот мы открываем. Хорошо. Ай, дядя, ты что себе позволяешь? Господи, он так долго вертушку эту делает. Так, сейчас мы будем кое-что экспериментировать. Дядя? Подождите, нет, не так. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Не получилось. Еще разок. То есть я ставлю щит. А давайте просто его вот так сделаем. В облах. То есть я ставлю щит и бегу на него в спринте. Не, не получилось. Сейчас, еще разок. Не получается. Щит. И спринт. Что-то не получается. Подождите. Может, надо сначала спринт, потом щит? Да, вот мы типа его сломали. Я в одной руке не могу его держать. Господи, а в чем проблема-то? Ладно. Мистер Меч, настало твое время. Ну, давайте его бэкстабнем, и все будет хорошо. Со щитом я еще разберусь. Единственное, очень напрягает то, что я не могу одной кнопкой поставить вручный хват сразу. То есть вот у меня вручный хват, я меняю, у меня берется перчатка, а не щит. Это бред, я считаю. Так, использовать здесь у нас везде эти знаки. Хотя, возможно, это записи, которые потом едко сможет опять же расшифровывать. Но пока не знаю. И что-то открылось у нас. Записька. Древняя скрижаль. Нет, это не записка. Ну ладно. Так, это можно пробить? Давайте все, теперь буду бегать. Нет, здесь нельзя. Это закрыто будет. Логично. Западная прихожая, надо запомнить название. Ладно, восточная прихожая. Получается, я сейчас иду вот сюда. Здесь я беру два ништяка. Там я был? Там, по-моему, я был. Вот сюда мне нужно как-то попасть, попробовать. Хорошо. Да, там мы были отлично. Здесь мы все забрали. Магический осколок. Вроде бы вообще все. Значит, можно текать. Пойдемте, наверное, оловолапнемся. Так, стоп, я заблудился. Задний ход. Отворот, поворот, приворот. Так, еще здесь глянем, что есть. Либо это сквозной проход. Это сквозной проход. Хорошо. Так, и, наверное, мы будем качать себе немножечко стаминки. Господи, а что я заблудился? Стопэ. То есть мне нужен выход, который я не могу найти. Вот сюда, наверное. Да. Верно, все верно. Сейчас прыжок. Хорошо. Не люблю тупить, но туплю. Я не специально, правда, ребята. Где-то здесь осколок должен быть. Вон, я помню. Иди сюда. Так, сила на 18 и выносливость на 16. Окей. И теперь, возможно, у нас поменяется расклад оружий. Угу. Теперь уже 70. Нифига себе. Вот этот тупор, кстати, прикольный. Ну нет, у него... Модификаторы не те, по-моему. Хотя... Подождите, 63. Урон огнем побольше стал. Давайте вытащим урон огнем. Блин, или все-таки с этим топором гонять? Он все-таки... Давайте с топором фиксим. Так, и нам теперь, получается, мы были в правой, и теперь в левую часть. Если я не перепутал опять все. Там уже война. Я так понимаю, это какая-то местная бойцовская яма. Открываем мистер Сундуканский. И в нем у нас лежит что-то хорошее. Кираса. Давайте поглядим. Так, мудрость. Вес 5. Вес 0,5. У меня сейчас 3,220. Ого, это намного лучше. Так, и что-то еще, по-моему, в средней доспехе. Один. У нас 1,8. Да, гляньте-ка. О, матерь мудрый. Амасмарт. Я у мамы умненький. Так, а где все враги? Куда они делись? Почему-то мне кажется, что вот в этих штуках что-то может быть. Так, это у нас не открывается вроде бы. Потом, я знаю, в этой локации будут адские маги. Давайте попробуем это пробить. Не, не ломается. А это? И это не ломается. Ну, проверить стоило. И здесь нам, возможно, понадобятся всякие хитрости в виде заклинаний. Так. Собаки. Надеюсь, что одна собака смогла победить. Господи, как же больно. Они делают. Моя собака делает больно иначе. Вот из этого списка. Это заперто. Но почему? Вот это подло. Видали, как щит садефл со спины? Господи. Так, вроде бы нормально. Получается, эта комната даже проще той. Странно. Хотя бы здесь откроется. Здесь открывается легко. Не почувствовал, как говорится. А, ну, странно. В общем-то, это не нужно было. Но, тем не менее. Так, это проход. Проверим. Терев парановика. Превращайся. Стараюсь все проверить. Ага, ты решил мне помочь, мужчина. Спасибо. Очень полезно с твоей стороны. Слушайте, а топор дает жару. Раз. Гляньте, как он мансит. Чертяк. Ну, ты шо себе? Нифига. Да ты шо? Пуш. Успокойся. Так. У меня для тебя проблемы, дружище. Почему, спросишь ли? Да потому что я включил ярость и хочу убить тебя. Раз. Два. Видали, старинка не тратится. Но это восхитительно. Вот, на мой взгляд, это самый лучший баф, который можно было придумать в игре. Так, мы были здесь. Тут у нас ничего нету. Проверка. Это вроде выглядит неломаемым. Здесь вроде бы тоже. Но мне все еще нужно найти проход и дернуть за рычаг. Очевидно, что это он, но мы сюда пока не пойдем, а постараемся доисследовать все здесь. Так, отсюда я, наверное, спускался. Здесь я видел собак, они дрались, я пошел вперед. Хорошо, что открывается. Должна быть западная прихожая, да? Ну-ка. Ну, вроде бы да, вроде бы то место. Открываем. Сундук запер. Так, как его открыть? Есть одно предположение. На какую кнопку стрелять? Ну, дурачок, ты куда стреляешь? Вот сюда надо стрельнуть. Нет, просто помню раньше... Не раньше, а позже можно будет вот таким образом стрелять. У меня и руны есть. Ага, фигня эта открылась. Нет, все еще, сундук заперт. Ладно. Разберемся. По-любому я в этой комнате что-то упустил. Но что? Сложно. Наверху вроде бы все забрали. Забрали, хотел сказать, собрано. И получилась фигня. Ну, ладно, если что, вернемся. Тут мы были, отсюда мы пришли. Все верно. Ну, вроде все тогда. По идее, у нас главные ворота должны были открыться. Все верно. И едко свалило. Так, у нас еще один очищок. Показатель, давайте живучесть. Так. Ну, выглядит опасным. Ой, вот эти ребята. Я не помню, как их зовут. Но они такие опасные. Этого мужчину стрейфить не очень-то вышло. Блин, что-то раньше он, по-моему, менее опасный был. Ладно, я понял, у меня проблемы. Надо что-то придумывать. Дядя, а что если я... А, так. Куда он? Вот сюда. У них тут просто сердце есть. И надо сначала сломать его, или он не умрет. Вон, видите, похилился говнюк. Слушайте, серьезно останется. Просто не чувствую его. Бэкстап? Должен был бэкать бэк. Но бэка не было. Раз, два, три. Слушайте, а что он не дефает все атаки? Бам. Бам. Румана, уворот. Еще уворот. Эй, что-то пошло не по плану. А на счет победим. Раз, вторая так и будет, вторая так и не будет. Странно. О, ошибка. Может парировать? А может я тебя просто так стукну? Бум. Нет, что-то не так. Ладно. Тысячу опыта дали. Ничего себе. Так, маленький ключик от западной прихожей. Есть одно предположение, куда это ведет. Так, я был слева, по-моему, да. Давайте сразу сходим, чтобы далеко не уходить. То есть сюда. Западная, все верно. Вроде бы пока что сходится. Так, а тут я ходил? Тут я ходил, и тут ничего не было. Собак вроде тоже нет. Как мешок упал, но бывает. Так. Блин, где-то была дверь закрытая, но где я? То есть не здесь. А может с другой стороны была? Вот к вопросу о том, насколько тут плохой левел дизайн, что путаешься в нем, как не знаю где. Так, ну это хаб такой. Так называемый. Нет, было бы глупо, если бы можно было открыть этим ключом. Но не здесь же. А почему они не воскресились, я понять не могу. Просто вообще самая большая проблема в том, что мне потом еще раз здесь придется ходить. Или где-то здесь. Угу. Ну короче, я уже супер максимально потерялся. Я уже круга дал. Офигеть. Ладно, сейчас если не нахожу, то иду вперед. По-моему на первом ярусе была. Может поискать? Ладно, поищу. Очень может быть, что я нашел ту самую дверь. Да, отлично. Меня так просто не провести. Так, древняя скрижаль и еще одна. И мистер Сундуканский, который открывается. И это очень радует. Забираем тут у нас мудрость. Хитрец. Легкий. Ну, окей. А, сколок с очком показателя. Очки я люблю. Так, теперь нам необходимо пытаться выбраться отсюда как-то. И не заблудиться еще больше. Вроде бы сюда. Мм. Нет, не сюда. Блин. Господи, кто это придумал? Чертовы лабиринты. Еще проход, гляньте. Дверь с... Чего, чего? Чуть за место-то. А, предположительно, я сюда зайду потом. Ну, еще ништяк. Не, ну я же говорил-то, что я кучу всего пропустил. И я не соврал. Еще Сундук. Открытый. Значит, это выход. Как сюда попасть? Так. Мм. То есть мы идем сюда-сюда и налево. Я же вроде был у осколка. Почему у меня не восполнились враги? Либо надо включать улучшение персонажа для этого? Непонятно. Другую сторону. Так. Осталось пройти этот... Здесь, насколько я помню, будет огромный мистер-босс потом. Опасный, как не знаю кто. Так, раз противник. Здесь мы потом будем тоже все исследовать. Э, собака, иди сюда. Ммм, ясно. Собака любит прыгать, и я люблю прыгать. Искра, буря, безумие. Так. У нас тут... Господи. Опять пуш. Буянит. Так-так, увернуться вторая атака же будет, я помню. Так. Тактическое отступление. Мансим, мансим. Маневр, осьминожка. Надеюсь, он не попадет. Хилимся. Так. Надо бы с собакой разобраться. Нормально. Хорошо, сейчас пуджа убиваем. Бэм. Блин, все, короче, согрелись на меня. Как жить-то? Минус пёсель. Нормально щит держит. Главное, чтобы щит держал. Так. Собака номер два. Как же я замансил, вы видели? Надеюсь, что видели. Может, это было круто. Так. Иди сюда, давай. Раз, атака. Два. Господи, как он носит? Такой жирный, такой поворотливый. В голове не укладывается. Бум, просто минус лицо. Чего бы он мне стамину не сбивал. А эти штуки можно сломать? Наверное, потом с ними как-то взаимодействовать. Так, здесь лежал ништячок, который я хочу забрать. Пустая бутылка зелья. Неужели здесь как-то можно что-то наполнять? Либо это максимум хилок. Я своих буду пополнять больше потом. Не уверен. Так, с этого, по-моему, выпало. Или просто ништяк? По-моему, просто ништяк. Так, неизвестная руна. Хорошо. Ну, это все закрыто. В любом случае. Как бы я не хотел, как бы я не мог. Так, панорама. Так, получается, мы что делаем? Мы спринтим, врубаем щит и... Выбиваем из него все. Дерьмо. Бэкстар не вышел. Так, давай я тебя сломаю. Стреляй. Просто застрелил. Господи, щит-дробовик. Что может быть лучше? Бум. Еще задефаться успевает. Посмотрите, какой черт. Нормально. К этим ребятам я немножечко привык. Так, но, по-моему, сначала надо в левую сторону пройти. Я не в ту немножко сторону пошел. Тут у нас ништяк запрятанный. Как же неизвестная руна малая. Как же сложно здесь все подбирать. А здесь у нас заваленный вход. Ясно. Очень интересно. Туда мы пойдем чуточку попозже. Сначала мы пойдем налево. Так, там у нас... Легкий боец. И он в какую-то сторону непонятно бежит. По-моему, он меня пытался забайтить. Блин, как же он чувствует. Не надо, дядя. Буду бить я сегодня тебя. Просто уработали его. Топтали вы грязь. Так, вот этих, по-моему, надо ломать. А, стоп, это можно читать. Ради того, кто заступился за нас. Неужели рогеры статуи возводят? Как-то все это непонятно и странно. О, незаметный дядька. Вообще тебя не видел. Похиляться, наверное. И вон там супер-огромная опасная кракозябра. Еще ударчик и еще. Господи, как он боком-то щит ловит. Ну все, вы работали. Хорошо. Сейчас есть очень большая вероятность отъехать. Я постараюсь не отъезжать. Давайте его забайтим. Она, по-моему, какой-то фигней кидается. Надеюсь, это не точно. Так, две руки. Две руки, говорю я. Поехали. Раз. Два. Если честно, такой атаки я никогда не видел. Я жив. Окей. Фактическое отступление. Ух, нифига себе опасная хренатень. Ваа. Блин, это жестко. И как бы здесь мои полномочия все. Вот я вроде бы вернулся к этой пипяке опаснейшей. И сейчас мы будем делать с ней честный кумите. Конечно, не знаю, насколько честно все получится. Что выглядит она чертовски опасной. Но я жесткий. Блин, опять кусь сделал. Ладно, это терпимо. Это терпимо. Почти не почувствовали. Давайте вот так потихонечку будем разминать ей фейс. Нормально. Просто терпим. Давайте таран на нее отправим. Иди сюда, лови подачку. Блин, она что-то жесткая. Сейчас будет прыгать, да? Что она сделала? Она хилится, вот падла. Иди сюда. Да господи. Ничего себе. Блин, что это за черт? Он мне не нравится. Опять кусает. Я помню, был какой-то способ, как ее убить очень легко. Но, видимо, я его забыл. Ну, кое-как зарезали, но не то, что я хотел бы. Еще тут говнюк, что ли, в меня стреляет. Вот это ты тварь, чувак. Просто осуждаю. Знаете, что можно было бы, наверное, молитву закастовать, чтобы она меня хилила пассивно. Ну, и просто его со спины подрежем. Раз, два, три, четыре и пять. Нормально. В одноручном хвате тоже довольно неплохо идет. Так, этот сундуканский открывается. И это хорошо. Что мы забрали? Мы забрали двуручный меч, разящий из-под тишка. Ох, ля, сколько урона. Так, у него нету модификаций вообще. И у меня такое чувство, что было бы эффективнее использовать вот этот меч. У него 62 плюс 14. Давайте ради интереса посмотрим. Бэм-бэм, вот этот он тяжелый прям выглядит. Я бы назвал меч с самыми большими яичками, простите. Здесь, да, вот запись, голозапись, яснука. Когда-то бездна между измерениями должна была прорваться. Теперь среди времени и пространства прекращающиеся нити энергии. Сильные становятся связью между измерениями. Большинство разрывов закрыты источники энергии. Но есть и такие, что служат проходами. Некоторые похожи на водоворот, вихрь, в который ступит лишь безумец. Мне не приходилось пользоваться таким проходом, но бывало и говорят, что это меняет тебя навсегда. Окей. А к там, по идее, должны собаки драться. А в этой штуке мы были прыгать, смысла я не вижу. Значит, топаем вперед. Так, какая у тебя атака? Прикольная атака, мне нравится. А есть ли продолжение у этой атаки? Ну-ка. Да, есть. Но сколько же стамины тратит этот меч? Ладно, если он хорош, то будем им пользоваться. А если нет, то просто дропнем. Так, и вроде бы остается только вот этот один и единственный путь. Что-нибудь спрятанное, что-нибудь уникальное есть? Вроде бы нет. Какая-то непонятная стенка стрёмная. Так, неужели я в тупике? Так, ребята. Ух, есть она проблема. Помнится мне, что что-то нужно было сделать, а вот что... Блин, надо рычаг искать. Потому что... Либо это с другой стороны открывается. Ладно, сейчас найдем. Что в замешательстве таком? Нет, не ломается. Ну, здесь тоже я ничего не обнаружил. Так. Я испытываю затруднения. Не, ну как бы, камон. Я же понимаю, весело, задорно, но нет. И сюда тоже никак не пройти. Оказывается, все было не так сложно, как я думал. Короче, здесь, оказывается, лестница есть. Которую я, разумеется, пропустил. И мы снова почему-то оказываемся в западной прихожей. Просто живу уже в западной прихожей. Ну и давай. Дядя, стреляй. Просто бум. И последняя атака, которая попоронит его. Охилимся давайте для уверенности. Так. Ой, да знаете, кто тут будет? Тут будет мистер Мак. А, и вот это, типа, сокращалка в прихожую, вроде бы. Да, здесь я был, и эта дверь была закрыта. Ладно, понял, плюс принял. Блин, какие же неприятные ребята. И как же неприятно здесь пригорать. Ну, как в детстве, через огонь. Так, а я не помню, как Мага убить, честно скажу. Какой-то способ есть, но, блин. Так, можно дернуть. Люблю подергать, знаете ли. Так, хорошо, первая срезка есть, так сказать. Что же Мак делает? Я не помню, вообще не помню. Давайте попробуем бафнуть ярость. Потом взять в две руки, обязательно. В две руки, говорю, дурачок. И побежать на Мага. Где-то здесь он сейчас будет. Вот. Иди сюда. Бум. Господи, а что он такой толстый? Раз, два. Просто унизил его. Опасный черт, а у щит? Как жить-то? Убегать, убегать, убегать. Нам нужен щит. Давайте лут заберем. Его нам дали башенный щит. Бэкстаб не вышел. Так. Ну, давайте застрелю, тядька. Давай. Опа. Бум. А почему он... Нет, чувак. Ты работаешь не так, как надо. Так, где моя молитва? Романа, бэкстабнуть бы тебя, мужчина. Вы... Ну, серьезно? Он даже спиной меня бьет. Осуждаю этого черта. Ясно. Как же все бездарно вышло. Ты мне опять с магом, что ли, драться? Ладно. Ладно. И как я и думал, да. Вот давайте, далеко не отходя, вернемся на то место и победим этих ребят. Так же я уворачиваться научился, вы только посмотрите. Ну и че, ну и пнул ты. Так, блин, не хватило чуть-чуть, чуть-чуть стаминки не хватило. Последнее, отлично. Поехали. У нас там опыт, если че, исчезает, уважаемый. Так, давайте до фулан. Сейчас бафим ярость по старым чертежам. Блин, тут еще этот негодник. Я все еще хочу попробовать дамага добежать. Просто аннигилировать мистера мага. Аннигилировать мистера мага. Раз, два. Далеко не отходи, хорошо. Нормально. Блин, опять забыл, да что такое? Что со мной не так? Так, ну здесь у меня уже реальные проблемы, потому что с двумя точно не справлюсь. Еще, камера-камера, прекрати, пожалуйста. Смотрите, как опасно. Нормально. Я хочу забрать опыт. У него жопы-то больше. Так, быстро-быстро. Че-то надо дернуть. А, брата ущит. Че-то я вообще всех согрел, кого мог. Это ничего не делает. Так, там была глазапись. А зачем мне сюда было ходить? Есть информация. Глазапись забрать? А, это скрижаль, хорошо. Знаете, у меня такое чувство, что с ними, в общем-то, не так уж важно драться. Это место закрыто? Это место закрыто, чтобы открыть, ставить руны вечерку. Блин. Ага, ну бывает, бывает. Так, идем сюда. Так, главное, чтобы это не было похоронной. Можно закрыть? Ребята, не заходите сюда, вы шо? Глупые, что ли? А, вообще, так. Нужно сделать обманку. И попробовать убежать еще отсюда. Ну, по-моему, все, меня тут сейчас похоронят. Так, ребят, я просто за лутом, хорошо? Забираем быстро. Что-то доспехи, алчность и восьмая хилка. Отлично, отлично. Так, ну, с этим-то я могу разобраться. Мне кажется, вообще без проблем. То есть раз. Они вроде затупили сильно. Не-не, я все-все-все, я попростите. Простите, простите, я не буду больше. Или буду? Не, не буду, ладно. Вопрос в другом, куда дальше идти? Потому что я чуть-чуть в замешательстве. Это, конечно, открылось, все здорово. Здесь проверим. Да, здесь мы забрали ништяк. Левую часть мы обошли всю. Окей. Йед, я полагаю, довольно важно. Так, раз, два. Нормально, слушайте. Урона вполне себе неплохо стало. Просто, бум, похоронили. Разрубили на две части. Возможно, я таким же образом могу в правую часть попасть. Но, по-моему, не могу. Ай, собака, ты что? Господи, какой плохой мальчик. Вот так вот я тебя, ясно? Ненавижу плохих мальчиков. Так, здесь все закрыто. Ну, и я очень надеюсь, то что... О, щит. Ай. Этого... И убежать, убежать. Пожить, 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 пожить. Хорошо, хилится. Я очень надеюсь, то что от того рычага открылась вон та дверь. Как же долго он разгоняться начал. Блин, а это значит все щитовики ожили. Ммм, ясно. Че если бэкстаб, дядь? Не хочешь я тебе бэкстабну? Я могу и застрелить тебя, знаете ли. Раз, и давай. Бум. Господи, как же он блокирует? Я понял. Убегать, убегать, бежать, бежать, бежать. Так, тут еще один. Нет, ворота все еще не открылись. Знаете, давайте, наверное, тогда я разберусь, куда идти. Здесь, ну, серия будет немножко короче обычного. Заодно успеет отрендриться, и я сегодня же ее успею залить, постараюсь. А предыдущая, следующая серия будет в описании. Всем большое спасибо за просмотр, всего хорошего, вы самые лучшие, но с вами был Хилхерц. Ну, а я побежал дальше бегать. Субтитры сделал DimaTorzok